Это тяжелейшая для нас игра. Традиционно с Ираном мы играем в такие матчи. Твои игры с Собертаевым и, как сегодня, трое игры с серией Пенальти. В общем-то, в этом плане сегодняшний матч ничем не отличался от предыдущих. Положительно, что мы его выиграли, но, конечно, очень обидно. Ведя 3-0, не выиграть в основное время, все давалось, в общем-то, нашей команде хорошо. Футболисты передвигались, выполняли установку. Но, наверное, вот этот первый нелепо продушный гол от вратаря соперников, он немножко выбил из колеи нашу команду и сыграл определенную роль в ходе всего матча. Тем не менее, ребята молодцы, что сумели перетерпеть и вот этот очень важный гол в овертайме забить. Честно говоря, не хотелось бы одеть сегодня до серии Пенальти. Какими эдитами наградить его игру? Он, мало того, что забил три гола, мог забить пять, даже если бы удача где-то к нему лицом повернулась к нашей команде. И сколько он объема в обороне выполнился, единоборство выиграл. Ну, просто, нет слов, это, я думаю, что его лучше играть в сезон. Честно говоря, очень спорный эпизод. Сначала арбитр из Италии показал, что мы должны бить штрафной за то, что игрок порной рано раньше времени бежал в коридор. Потом судья из Испании, его помощник в Крипте поставил пенальти, говоря, что наш игрок сыграл в лед в мяч. Ну, честно, надо посмотреть повтор. Но, просто, когда такие моменты спорные при таком счете случаются, наверное, как-то арбитрам надо быть повнимательнее, да, и разные решения не принимать. На мой взгляд, просто вариться в сборе на Ирану, потому что они были изначально на свой штрафной за переговор. Что будет за матч? Мы отправляли нашего видеооператора на матч. Он заснимал эту игру. Я, честно говоря, смотрел в Киеве в первый период, где там 5-1 португальская команда вела, и, в общем-то, для меня стало сюрпризом, что я потом все закончил через финальный. Но сборная Португалии не нуждается в каких-либо дополнительных оценках. Это мега-сильная сборная. Одна из топ лучших команд в мире. Поэтому нас ожидает середушку.